привет друзья сегодня у нас по моему 5 августа данная на 5 вроде бы завтра открыть олимпиады так значит что я вам показываю очередной сбор все с одного и того же манджурского патриарха так очередной подчеркиваю заболел андрей и мировой рекорд ой сибирский рекорд я оговорился но это по фрейду не будет зафиксирован а то что он должен был состояться включая нет исключая приморье приморье по легендам такие абрикосы еще такие абрикосы еще есть ну вот давайте глядеть того же патриарха вот еще собрали вот снова сыпется после сбора видите так вот он сыпется а на деревьях такое впечатление стало еще больше помните все ту же ветку показываю тоже ветку он сыпется он только пока солнечной стороны в общем внутренний голос говорит 30 30 ведерный рекорд где-то где-то 10 12 лет не давности будет перекрыт потому что похоже еще больше стало куда не только берутся вот только вот здесь а нет и здесь тоже самое хотел сказать что стало пожиже вот еще раз взглянем вот на этом абрикосе помните девочка 16 лет который брать врать непривычно брал с нее интервью ну что это супруг он не молодой ему тоже 32 года в один год посажены вот уступает сильно все-таки культурный полу дичавший сень из амура вот мой более дикий но они уже сравнялись и этот с 32 года плоды измельчали сами видите и смотрите сюда я еще говорю что не все упали да они все упали сейчас ведерко висит еще с ведерко валяется это дерево которое уступает моему по площади листьев вообще по размаху раз в четыре вот смотрите сколько до сих пор на моем всего и так если бы андрей не заболел а уже никто не считал то что вы видели на столе косточки и перед этим никто не считал рекорд сибирский зафиксировать не будем почему я считаю что это все что где-то это вот видите урожайность только одно веточки вот и я могу смело сказать что не я нет просунду скобилов он специалист по абрикосам он знает все я только одна строчка в его досье и в котором сотни фамилий сотни адресов сотни садов причем там есть не менее уникально чем мои скобилов где-то 73 74 это скобилов вышел на пенсию продолжать или этого нет это я вам говорю железо почему потому что последний с ним встреча состоялась полгода назад и меня в саду стало тихо уже больше никому это не надо еще раз говорю научное садоводство вымирающая отрасль так ну что смотрим еще повторяться как-то неудобно заканчивается подношение патриарха уже я его называю король сада абрикоса королевский да чуть не сказал одичал воды в два раза помельчали видели вот уже нет тех роскошных плодов которые шокировали того же тушуна тускобилова и сейчас я должен сказать может быть я прилеплю сюда фотографии может нет посмотрим но есть две два сайта где абрикос королевский звание его который родом из франции вот уже переименован в одних случаях осталось тоже название других случаях на фотографии присвоена майами моя фотография присвоена сайтами дворсовестными которые явно не хотят выращивать абрикосы иначе зачем бы нужна была чужая фотография вот и так как хакасии единственное настоящее как бы назвать научное учреждение где то что он то что он по ладу скобилове многие годы занимался этим делом вот мы дружили представляете дружить с ученым причащий случай он не боялся он единственный кто не боялся железом дружить вот ну а так как это самое важное учреждение научное хакасии абаканский институт аграрных проблем то будет ли продолжение не знаю а пока еще одна ветка рухнула к той которую я показывал сейчас я выбрал вечер когда закатное солнце вот так освещает с него уже собрано несколько ведер очень измельчал серафим на себя не похож сергей железов мне сегодня завел значит отец серафим то стал этим самым амуром я уже об этом объявился и стране уже в другом фильме сказал смотрите попробуйте отличить два раза мельче появился хвостик которого никогда не было уже круглый этот самый серафим всегда был его зачат первое дерево вон оно паре с королевским и там измельчало творится что-то невообразимое мне это приходится еще раз я гуляю просто по саду разговаривать с вами мне приходится все время чуть и не креститься вот вот так выглядят потомки маньчжурцев я об этом говорил вот еще раз это повторная прогулка потому что все должно это подвергаться и сомнению и исследования все еще супер абрикос фаина вот они плоды так ну я так как часто вешаю плоды я говорю что вот этому плоду уже где-то 80 грамм через пять продолжает все зеленые удивлю вас чуть позже да а кстати вот среди этих же самых я только сажался это же серафим да вот вот один плод еще сохранил серафима вот он вот он вот он ну в общем чудеса продолжаются я не зря вас вожу по саду мне сегодня в гостевой книге был задан вопрос примерно звучит так что же за загадочные такие у вас смесь этих самых то есть я написал бы просто смесь люди бы поняли а когда ассорти люди принимают это за название сорта на полном серьезе принимать за название сорта и вот я иду с вами чтобы поняли что такое ассорти ассорти у меня два кстати посмотрите еще одно дерево маньчжурцы сейчас только проявляется истинный размер урожая я еще хотел поговорить о колоновидности как вас дурят как я мог бы вас легко дурить если бы очень-очень захотел что не умею дурить эта фраза конечно двусмысленная особенно слова жаль смотрите такие вот грозди в общем похоже еще ветка сломаны будут потому что они еще зеленые вот это все даже говорит страшно вот сколько всего и так представим себе что у меня больше десяти вот вот только с одного места а я уже показывал предыдущих вот и сейчас я там был заходил вот и тут получается на каждом по 5-7 ведер этого молодых таких вот в общем я их уже не разделяю во первых попробуйте отделить одно от другого сразу три да я его сосадил я хочу чтобы поняли одну такую вещь это бывший питомник и у меня абрикосы маньчжурские которых я рассказывал в предыдущем фильме они все кстати знаете как вписываются эти последние абрикосы вон они крутим вон они грамм по 75 по 80 вот на этом деле вот но это уже последние они уже посыпались так вот эти маньчжурские абрикосы некоторые выделяются вкусом некоторые достаточно укропнением размера вот некоторые никак не выделяется то есть их плоды похоже на те что на дереве патриархи ну конечно различие есть время созревания разное окраска немного разная вот откуда они взялись вначале это хватает вам объяснить так это только одно место могу пока я рассказываю могу продвинуться дальше где их еще больше так вот кстати вечер устал полюбуйтесь на этого красавца что получается здесь утося здесь меня кстати это отступление меня шокировало что когда я не помню точно я думаю лет 8 прошло как я посадил два королевских абрикоса своей соседке причем один она угробила практически сразу она сказала так она ну понятно человек другого мира я бы это понял и простил и и прощаю вот сейчас бы вам показать королевский но опять измельчавший смотреть видите королевский называть как-то неудобно вот так вот она мне сказала вроде бы на второй год хотя это невероятно так после того когда она посадила абрикос что якобы на нем висит два ведра и показала на телефоне фотографию там молодого саженца с мороз не было видно но одни абрикосы были сплошные вот я вот такие феноменальные случае я запоминаю пытаюсь разгадать а дело было так значит проходит еще год и она говорит абрикос умер ну вот погоревали я я пришел смотреть но если у нее получилось так до рядом с домом была большая забетонированная площадка опалубка осталась и и которая ее окантовала и получалось так что все что с на площадку все дожди что падали и все дожди с крыш направлялись с наклоном именно под этот абрикос к тому же он был посажен в яму сгнил основательно просто сгнил а это после двух ведер на саженце размером с мой рост сама показывал фотографии далее а так как все таки я не умею женщинам отказывать я и принес и посадил своими руками еще один абрикос и было вроде бы совсем недавно вот сейчас я жалко тут королевских рядом нет королевских рядом нет кстати его наконец-то чижовска заплодносила тоже тоже я позорюсь спрашивать если чижовская уже ли зова нет вот видели вот ну ладно это так находки сам сам садом нахожу много интересов и так значит получается что прошло вроде недавно ну шесть-семь ну восемь лет она горит 6 это я снимал на видеокамеру естественно что видно что это не постановочные кадры вот она говорит было 30 ведер есть я бы ей не поверил это все в фильме снято сюда 30 ведер я и выразил сомнение не может такое деревце дать вот вот такое может вот это деревце кстати артем да это остатки урожая она мне позапрошлый год дало 25 ведер вот она говорит я продала на 8 тысяч рублей абрикос вот тут уж как не поверить что было 30 ведер конечно вряд ли я одного единственного абрикоса могла все продать но сама цифра впечатляет если она умудрилась на 8000 продать да еще на себе оставлял вот ну цифру 30 она произнесла я за язык не тянул вот и как часто бывает мне про моя саженцы вырос выросшие через садах уже складывать легенды получается у меня где-то определенные урожай не маленькие а где-то еще лучше еще больше еще крупнее вот насчет крупнее у елки-палки сняли уже нельзя же никого пускать сад чуть не сказал что же вы творите то вот видите это они не заметили видели что ты будешь делать сегодня пустили в сад людей которые и да и да и ну ка ну ка ну ка ну ка а вот есть 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 завтра же этого помните я в одном из фильмов говорю невозможно сохранить посмотрите на эти сливы которые называются стартовая им не дают дорасти до 100 грамм я каждый год из этого не же взвесить надо наконец-то когда-то вот они еще меньше и меньше все протягивает руки смотрите сюда это уже остатки вот этот вот наконец созрел перезрел наверно я сниму перезрел они они в рано некоторые созревает сильная рано вот и еще не будущее предельных размеров вот так вот смотрите снял перезрешь а эти еще вчера были чисто зелеными им еще расти и расти ну ладно отвлекся ну что делать дело в том что легенды о моем саде ходят только потому что в отличие от питомников где тысячами шлепают саженцы или тысячи покупают в средней азии вешают свои бирки и дальше гонят через магазины вот это имеет место это матчих садов нет дальше зачем мы мою десятки фотографий так вот я все эти годы последних пятнадцать лет через мой сад пошли тысячи людей разнося уже не сказки не легенды не миф а быль о том что здесь происходит вот так вот вот так вот сейчас ребенка надо отвезти но и вот теперь поняли сейчас все раз найду ли я королевский абрикос покрупнее я поведу на этот участок там у меня три абрикоса которые сохранились первозданности то есть не потеряли крупность но дело в том что где же вам показать то как я ругал эту ольгу продавщицу которая умудрилась не фотографии не сделать и меня пригласить на эти 30 ведер на 6 восьмилетнем дереве вот самое интересное значит что я же у нее вешал саженцы вы не саженцы оговариваюсь вот такие плоды только абрикосовая самая крупная там получалось 86 грамм 88 98 вот на тот момент самый крупный так она сказала что мы и же абрикоса на моем же дереве у нее саду еще больше тела ну-ка а теперь посмотрел как выглядит со стороны мой сад вот этот сад с улицы да вот этот абрикос банджурский на нем погиб погибла прививка персика вот но он будет огромный наверное он забьет вот этот персик на нем кстати там внизу можете увидеть несколько плодов если увидите штуки 3 4 5 есть наверное он будет им задавлен ладно это мы на улице и что обидно вот абрикоса я не притрагивался к ним они погнали вверх смотрите на ой персик персик смотрите на эти плоды сейчас правда вечереет на надеюсь вы разглядите что их тут немало так и естественно вот эти плоды висят по эту сторону забора и прохожие с удовольствием полакомиться я еще раз говорю я делаю так чтобы хватало всем смотрите сюда сливы вот это еще один сорт он непривитый я никогда не занимался непривитыми но когда мне дают готовы саженец его сажу и говорю на посмотрим они уже 40 35 граммовый еще нальются и получается для непривитого дерева очень даже ничего очень интересно ладно выхожу за забор деревня грязь все как положено деревне вот перед каждыми выборами засыпают потом он опять куда-то девать вот и вижу еще одну сливу вот видите тоже хороши из но из моих испытаю испытываемых сортов потом все это свесится на улицах смотрите как свеживается свешивается соседям я всегда так делаю видите вот все вот это нужно темно наверное уже плохо видно вот это все достается соседям видеть забор вот так у меня со всех сторон я сторонник того чтобы эта красота была для всем и для всех вот сейчас опять захожу почему я сейчас опять пройдусь по этой же дорожке закрою дверь закрою дверь вот видите персик у самого входа это витрина потом сливы когда нальются ахните когда яблоки вот эти нальются ахните ну это ладно это все походу я это все будем еще снимать снимать так пока что мы с видим дело в том что я хочу продолжить этот разговор да уже не так много плодов они вообще сыпятся так вот вот с этого дерева уже много ведер снят а вот с этого дерева много снят а вот ну разговор я придумал вечерний спокойный не торопливый пусть даже уже освещение не то или топольский как видите ведро за ведром собираем а еще столько же вот теперь попробуйте определить какой-то 40 я сходу не определю из такой выражение без бутылки не определить это чуть ли не мы меня касается чуть ли не моего сада касается вот вот сорт от бельтяевского не мог вспомнить фамилию своего друга но это от того что у меня уже мозги не те великолепная вещь привез с орловской станции вот прекрасно прижилось еще один помните я вам говорю что у меня европейцы есть вот еще европеец дар небес королевский сам вот он дар небес я уже показываю где погуще это остатки уже собраны десятки банок с косточками десятки не шучу так вот ну и что получается получилось да я на примере манитоба манитоба это особый сорт я получил от сучёва александр ивановича супер специалиста сучили ученого вот александр иванович вас бы сюда караул спасайте непонятно что сорт уже не спасти вот да спасать поздно я сказал слова спасайте манитоба полностью исчезла это было дерево манитоба есть у меня фотографии даже до подтверждения этого перед вами чистый стопроцентный амур смотрите сюда карменокрасная краска с пятнышками это я цитирую литературу куда делось манитоба я железо всегда был против научной затошности когда-то не буду называть фамилию 30-40 летний директор госсоу на урале мне рассказывал что каждое отслеживаемое дерево описывается чуть ли не каждый день она растет они пишут растет пишут растет пишут мне был буквально шокирован тем вот этим лавиной горой бумаг который радио рождает мышь в кого интересует прошлогодний снег эти бумаги ложатся в архив никому никогда не нужны вот ведь что поняли я считал что это не надо и вдруг у меня случилось такое дело что начали меняться начали меняться плоды на деревьях казалось бы устойчивых вот посмотрите это допустим видите похож на академик да похож вот но это чуть ли не единственное дерево я уже вам показывал просто тема такая вот она видите чуть-чуть единственное дерево которое действительно ну как бы сказать как можно вырезать это крылата стопроцентный академик судя по плодам вот еще ближе все все как положено вот так вот на большинстве деревьев уже вот еще несколько веток таких вот еще это она же они уже падают но падают так как падают их тут же собираются и поэтому изобилие уже позади и получается так что отдельная тема у нас была месяц не вернусь я хочу сказать только сейчас увидели монетобу не узнать чуть ли не последнее дерево с классическим академиком и почему я вас подвел дело в том что фотографию найду из архива монетобы да вы увидите что она не такая у нее там пятнышки особые но все-таки максимально форма похоже и размер похож максимально она для меня всегда было что-то средне между амурами огромным академиком монетобы в общем вы поняли что то что я вам показал дерево считайте что это уже не монетобы считать что у меня монетобы нет или если взять веточку перенести на другой подвой может быть возродится но это уже будет лотерея и почему я произнес слово лотерея почему я еще возвращаюсь к этой теме вот вам еще один конечно сильно отличается еще бы посмотрите если он похож этот носик такой как допустим у правда более крупного амура который опять же стал крупнее чем ему полагается бы да также как курдюмов превзошел почти в два раза академик то да то курдюмов это разновидность академика назван по фамилии выдающийся гражданин россии так скажем и вот что получается вот эти чудеса набралось столько что действительно если бы следить за каждым деревом все это можно было бы описать как с одним говорил я как-то с одной из студенток которая заводится институте ну скажем достаточно грамотно я сказал можем ли мы а я-то дурак дураком в науке-то и был бы умным у меня не было бы этого сада а раз я дурак дураком то случилось так что допустим мне приходится консультироваться я говорю этой студентке пожалуйста скажите вы можете как-то с помощью например например гистохимии что-то уловить какие-то оттенки какие-то влияние подвоя на привой как вычленить подвоя на привой или супруга полового то есть сенцево дерево имеет допустим двух родителей все это запуталось так и вот результат вот этот сад вот этот год 13 год был удивительным тем что большинство деревьев окрасилась красные алые и багровые тона плоды да этого не может быть никогда со временем они вернулись в обычном состоянии то есть вот видите уже более менее привычный вид обычно это желтая вот еще раз вот желтый манджури смотрите видите вот допустим вот желтый этот самый бай ну вот то есть уже было изменение а это изменение совсем другого качества на этот раз меняется форма плодов не только цветной формы вот я стою как дурак я я не скрою я не это говорю кто-то скажет почему как бы ну хорошо стою дурак и не могу понять чего натворил пытаюсь понять вот называют а прямые половые связи когда первое это произнес первая реакция была дичь слово главное не дурак ничего вопроса слова дичь ну то есть я сказал дичь глупость а дичь а так как это был журнал очень известный крупный то еще на я которая произнесла его то есть написал эту фразу что железов несет дичь это было самое ну нематерное слово потому что все остальные не видимо были матерами и вот после всего этого щетки ходим кстати такая ветка погибло это кстати у меня фаина да так а где-то у меня было фаина с особо крупными плодами я не могла за два дня покраснеть вернемся к этой теме позже все-таки любимейшая моя тема это манчжурские абрикосы подвойные давайте вспомним об чем я говорил я говорил что весь мой сад это бывший питомник большинство деревьев здесь росли себя росли никому не мешали ряд за рядом садились сеянцы в данном случае мы будем говорить про абрикосовые сеянцы они прививались вот причем интереса была как настолько все было густо что ряд сеянцев 80 сантиметров ряд яблони еще 80 сантиметров то есть между ряде всего лишь ряд слив так все вместе и по перепуталась если сейчас я хожу по саду яблони видели слива груша абрикос абрикос вот мы потом будем особо диковинки я выбрал время не самое подходящее сейчас уже темнеет но для меня очень важно я могу спокойно поговорить меня наконец оставили в покое я все время забываю поговорить о колоновидности а почему не надо говорить смотрите почему видите как легко обмануть людей то что делает этот самый плодопитомник бакар или беккер беккер знаете когда это отдельная будет тема если я еще успею сфотографировать у меня же есть там где густо густо рост от абрикоса один год всего потом подошли не переходят и другие ветки но как легко наделать таких фотографий вот беккеру ладно у них естественно не есть чего делать фотографии и явно что маточного сада у них нет поэтому не взялись рисовать рисуют дерево и продают виртуальное дерево ну саженцы они наверное как этим нарисованным рисунком никакого отношения не имеют вот а и самое интересное ну вы знаете как легко вот так вот возьму фотографирую вот возьму колоновидка да это я первый попавшийся я потом хочу отдельную тему придумать и в то же время боюсь они же потом эти что то нет я наметил несколько ценнейших снимков где еще гуще они же их и своруют уже больше 30 питомников это сделало вот они хотя бы не ворвали у меня фотографии они просто рисует их кстати если уже ты путаешь абрикос персиков нарисовал персик и заметьте не не это не сфотографировали нарисовали персик густовый такой весь плодах вот и назвали абрикос с морозовик 42 градусов дальше уже некуда вот наглость пополам ступизной и с этим самым как это назвать то собственно невежество дичайшие а люди по кстати покупается хотите скажу звонок валерий константинович вы знаете про фирму конечно знаю я хочу выписать что мне посвятится я говорю если вам деньги девать некуда дарите вот потом я рассказал примерно пройти виртуальные рисунки про эту невероятную наглость пополам с невежеством собственным раз не отличаясь знаете последние слова были перед тем как она положив очень хорошо рассказали спасибо вам но очень уж хочется и вот на этим очень хочется вот строится их пропаганда ну в общем что еще хотел сказать подойти какому-нибудь манчжурцу там у меня такая густота что страшно идти я все еще хожу по саду я все еще хожу солнце уже закатно за горизонтом кстати что это мне такой мелба начинает окрашивать так вот королева сада слива когда-то я буду знакомить слюнте кот грушевый новый садик вот они посудите сколько груш на молодых деревьях кажется даже нереально так много ямку наступил вот молодой сад всего пять лет назад участок куплен поэтому здесь все молодое что интересно не поливаемые первые два года поливал видите и бросил ни сил ни здоровья но сад живой слава богу вот доказательства иду я просто через него вот это потом надо будет посмотреть понятия не имею что за слива вот а это третий год колновидной яблони яблок еще нет это я к вопросу о сказках запомните вот в этой колонидной яблони привиты на сибирку на полудикую ну и слегка культуренную сибирку вот она уже высотой рукой не достаю так и третий год мощный рост все при ней так плодов нет вот так вот я уже дважды говорил третий раз говорю запоминайте чем позже дерево вступает плодоношение тем она здоровее долговечнее ой-ой-ой еще одно открытие сделал мне когда мне было ходить вот они все-таки на третий год дала первые два плода но не как сказки вот этих кстати которых вы видите вот интересно да 15-20 плодопитомников на всех одна и та же фотография кому она принадлежит значит получается что пошел плодопитомник плодопитомника вот иванов петров или сидоров свой сад подошел к вобильно у них им же как вот видите если у тебя такой ветки нет ты сможешь саженцы выращивать раз вторая ветка я еще говорю смотри сюда вот пошел третий год это за три месяца вот отсюда вот отсюда вода сантиметров 60-70 вот прирост один вот этот крупных так вот они два просто и сбоку третий просто из там еще один четвертый просто ладно я бы смог взять здесь примерно 68 сделать прививок так обратите внимание видите плодовые эти образования сразу вот он просто и сразу вот они плодовое образование надеюсь что хоть и темнеет надеюсь что вы видите ага с этой стороны попробую попробую с этой стороны вот они видите подушки вот на столе ну а здесь подушек нет вот есть нет 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 здесь здесь они используют каждую почку получая дерево с огромной страшной раны я беру 3 2 3 почки получаю обратите внимание вот это я вырастил из двух почек смотрите сюда ведь вот прививка вырастил двух почек если рано вот помните если смерть это мгновенно все равно небольшой так и тут если смерть это мгновенно это когда вам подсунут узбекские а если равно небольшой вот она небольшая рано это лучная копулировка пошло два побега было две почки естественно второе отрезать не стал что я дурак что ли отказываться от лишних яблок на следующий год раздвоилась еще вот это вот видите раздвоилась я тоже отрезать не стал я не дурак если бы отрезал сейчас бы во первых бы не было вот этих яблок первых до боковой ветки просто вас задурили голову говоря ну что делать ну вот с дуру появились лишние ветки дерево дурное его надо воспитать и отрезать все боковые ветки вот я говорю это не дерево дурное это вы дурные вот я уже не знаю какими словами называть с ума посходили вот идиотизм нормальное дерево вот несколько почти вертикальных веток каждые плодоносящие вот же на боковой плоды и каждая потом будет снова давать боковой отметки снова 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 боковые боковые вот а вы что творите не имеет права колнувистка иметь боковой ветке, это вот эту бы отрезали, вот эту бы отрезали с плодами, вот эту бы отрезали, вот эту бы отрезали, вот эту вот, которая уступает немножко центральной, тоже бы отрезали. Что, с ума сошли? Это ведь черным по белому пишут. Ковновидка не имеет права иметь боковедки. Раны вместо боковых веток она имеет право. Вот так. Это я просто шел мимо, я не мог не остановиться, я не мог сказать. А пока все та же тема. Кстати, вот еще посмотрите сюда, посмотрите сюда. Вот. Ну этот хотя бы похож на амора, потому что это и есть амор. Ну еще немного отвлекся. Мы возле фаины. Одно из фаин. Вот они плоды. Ну конечно не шедевры. Я вам потом познакомлю. У меня только на двух деревьях сохранились первоначальное качество плодов. Очень крупные. А вообще это молодое дерево. А почему так получилось? За ней идет яблоня, да? Сколько метров? Полтора. Полтора метров снова фаина. Вот она. тоже сыпется. И тоже сказать, что это шедевры я не могу, потому что это грамм пятьдесят. А все знают, что моя фаина держит второе место за академиком Курдюму. Снова яблоня. Снова яблоня. А я хотел сказать, отвлекся опять, ну ладно. Я хотел бы вам объяснить, что тут я проводил эксперимент. это все бывший питомник. Здесь рядочками растили растения. Некоторые остались навсегда. Причем интересно, груша, за ней ряд яблонь, тут же ряд абрикос, тут же ряд слив. Вот и так все и осталось. Видели, мы проходили мимо слив, яблонь, тех же груш. Что такое лучшее из лучших? Смотрите, пять лет назад примерно я купил вот этот червец, который соседи забросили, потому что даже картошку не прошло. Хуже земли не бывает. И вот они росли себе, росли. Вот. И вот на этом ряду смотрю, очень лучше всех растет вот этот. Не надо быть никаким специалистом. Просто растет груша привитая. Остальные были проданы. Посмотрите, теперь на эту красавицу, да? Вот она начала плодоносить. Ну, правда, поздновато. У меня есть поменьше и более ясное. Это уж как повезет. Но я специально на этом делаю акцент, чтобы вы знали. Если бы здесь висело 20-50 штук на молодом дереве, 100 штук, я бы не радовался. Нет. Здоровье дерева зависит от того, насколько позже оно заплодоносит. Вот это вот. Никогда не обращайте внимания там, где вам говорят про скороплодность. не нужна деревьям скороплодность, привитым особенно. Вот. Если семечка, да, она может заплодоносить на 10-15-20-й год, я про яблонь и груши, может, на 25-й первое заплодоносить. Там особое дело, там можно с помощью перевод веток, допустим, ростовых на плодоношение приблизить урожай. Дерево огромное, делайте, что хотите. Не подходите к косточкам, культурам, секаторам и пилы. Чем позже заплодоносит, тем лучше. И это же касается не сеянцевых семенных деревьев, корнесобственных, а только привитых. Привитые деревья, чем позже заплодоносит, вот всего две игрушки, тем лучше для здоровья. Мощные приросты. Посмотрите, какие приросты она дала. Она не почти метровая, дала за три месяца. Сейчас начало августа. Ну, за три с половиной. Вот это ее задача. Окрепнуть. А раннее плодоношение означает запоминайте. Это не преимущество деревьев. Когда говорят интенсивные сорта, придумали слово, интенсивные, значит на первый, второй год, на третий плодоносит. Это чушь собачья с точки зрения здравого смысла и здоровья дерева. Поняли? Никакой интенсивности дерева, чем больше есть интенсивные сорта, которые рано плодоносит, будучи здоровыми. Но чтобы вас эти слова не запудрили мозги, я вам просто предлагаю считать так. Везде, где говорят скороплодность, везде, где говорят, что дерево это еще будучи по колено или по пояс начинает плодоносить или с вашего роста, старайтесь этого избегать по одной причине. Раннее плодоношение говорит о нездоровье дерева. Нездоровье. Вот. Это значит быстрее дать урожай, быстрее семечка, чтобы продлить свой род. Вот это в принципе. Это в принципе. Скороплодность еще добивается прививка на взрослый подвой. Это понятно, палка воткнутая землю. Вот. Но, знаете, там свои особенности. Мне понравилось, когда в этом самом... То есть не понравилось в 15-й год журнал превосходного хозяйства номер 3 расписывается, как замечательно, когда эти клоны, палки, воткнутые в землю, дают корни на них, прививают. И это уже переносится, идет работа уже над не только уже яблонями, но и над грушами, сливами, абрикосами. Страшное направление тупиковое. А в чертом номере уже развеивается это другим толковым садоводом, который пишет, что ужас, во что превратяется клоновая яблоня, стоит только наступить в жаркой жаре. Там и про короткие корни, и про то, что теряется качество плодов, мелкость, все, все даст это. Единственное, что он может быть прав, но может быть еще один фактор, который он или не учел, или где. У них настолько неморозостойкие корни в этих клоновых подвоях, корни выращенные из палки, пророщенные. Настолько неморозостойкие, что возможно уже подмерзшие корни, а потом еще добавляется та же жара, и разочарование дичайшее. Вот сенцы подвои, вот они, деревья на них привитые, должны заплодоносить, желательно, от нас уже не зависит, но как можно позже. А теперь снова отвлекся, я же не могу говорить на одну тему, а может так лучше, меньше будет засыпающих при просмотрах моих лекций. Вот здесь вот эти абрикосы, яблони, я проведу эксперимент, вот я их просто последний ряд взял и засыпал, курганчики сделал, вот я их прикопал вертикально, то есть последний ряд был не выращен на месте, а были посажены, так, и сделаны курганчики до половины высоты кроны. Мне особенно волновало, как поведут себя абрикосы, то есть пришла весна, я курганчики руками отгреб, вертикальный прикоп железа получил свое подтверждение, надеюсь, он приобретет больше популярность, чем прикоп почти горизонтальный, где в сырую погоду, в сырую зиму сгнивают эти же самые прикопанные деревья. Кстати, вот если уже мне не верите, если уж приваете с помощью почти горизонтального прикопа, так что только верхушки торчат над закопанными почти полностью деревьями, делайте это хотя бы в сухом месте, делайте хотя бы на небольшой возвышенности, чтобы как можно суши там было. И, наконец, мы с вами смотрим результат. Прикоп вертикальный был испытан, затем он был убран ранней весной, но, как видите, деревья нормально перенесли зиму, и яблони, и абрикосы, поэтому я их и запомнил, что вот этот последний ряд был сделан таким образом. Вот. Не все гладко было, здесь уже через пару лет была страшная зима. Посмотрите, как себя повел вертикальный побег, он просто погиб. Конечно, они, ну, как бы сказать, не федевры, которые есть у меня на других деревьях, хотя это тот же Фаина, это лишний раз говорит о том, что сорта плывут, мэй, ничего страшного. И, наконец, еще раз возвращаюсь к этой теме, вот эта ветка выше прививки, то есть, раз она культурная, она спасла дерево, и у меня такие случаи не часто, но бывает, что деревья спасено за счет низкой прививки. Была бы она прививка выше, все было бы мертво, видите. А так, боковая ветка возродила дерево, а прививка, ну, догадывайтесь, где она? прививка вот здесь практически у земли. Вот это я хотел сказать. И, наконец, все-таки возвращаюсь к теме, к теме, к теме. Покажу вам вот эти два амприкоса. Вот они, я их, конечно, опять же не формировал, не обрезал. Они теперь такие разлапистые, что смотреть на них жутко. Уже наехали на другие деревья. Вот, урожай страшный и они измельчали невероятно. Вот такие они на дереве. Пока вот с такой густотой все дерево, то есть оно только начинает сыпаться, а на земле уже вот такой вот. Вот, собрать будет довольно проблематично. И вот это вот на, по всему кругу, вот, если туда идти, а это еще второе дерево такое же. кстати, о, пошло разделение. Внимание, господа, кто считает меня все-таки селекционером. Вот, смотрим сюда. В этом году явное разделение. Не было такого разделения. Ранее было, что одно, одно из этих двух, я их называю близцы-братья, и они у меня идут под номером 2-3. Смотрите, мелочи невероятные. И вдруг я сейчас только, поверьте, кремль с Богом, тему не готовил. Это одно. А на втором дереве они оккультурились капитально. Смотрим, внимание, и скажите вы мне, как говорю, раке в каком-то этом, плюньте мне в глаза, если я не прав. О, я засыпил, она отвалилась. Вот, ух ты, е-мое. Давайте сравнивать. Видите, одно из моих открытий. Поплыл и непривитый манчжуриц. Смотрим, смотрим, это разве братья теперь? А я их братьями называл. Видели? Ух ты. А ну-ка попробуем на вкус. Аж волнуюсь. кислоты нет совсем. Это у брата номер три. Первый брат номер два. Сейчас посмотрим. Кислоты нет, но какой-то пикантности нет. и так я их всегда деревья растут рядом. Все у них перемешивается. Вот. И тут мне повезло с тем, что один сыпется, а второй еще нет. Сейчас будет одна команда будет собрана помощницей. Пока номер два. И наконец-то я разделю наверное от номера три. Потому что номер три оказался ШД в рам. Вот так, друзья мои. Открытие за открытием. Оба не привитые. Оба не привитые. Оба корни собственные. Ну что? Здорово. Здорово, здорово. Еще раз полюбуюсь. Вот такое чудо. Другие уже поднял. Так, с кем их сравнить? На манджут это не похоже. Ну получается как? Пришло время, вспоминаем Мичурина, что корни собственные деревья не сразу вспоминают свои, проявляют свои истинные способности. Вот у меня так было. было просто желтые вылеты патриарх манджуриц. Потом были один год уникальная краснота невероятная. Так, это 2013 2015 просто желтые. Так, и не такие крупные. Вот такие были. Тоже много желтые и наконец и окраска имеется. так, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что в определенных условиях, а это сады смешанные, так, а это есть смешанный сад. Почему? Ну, давайте договорю уже, чтобы вы поняли. я почти убедил Курдемова, который написал, что если я полностью признаю вашу правоту, меня тоже запишут шарлатаны. Тоже означает, что меня уже туда записали. Можно ли считать, что я манджуриц, а вы знаете, когда он был первый урожай? Мелкие, вот такие же, вот такие же, желтые, вот такие вот желтые, неказистые, абсолютно невкусные, а я не мог ни одного съесть. Вот. И вот, что получается, переделка налицо. А почему? Видите, рядом академик, вот они, последние плоды лежат. Он уже отошел, но еще лежат плоды, вот они, да. И я уже повторяться не хочу. Вот. Фаина, Амур, все это, смотрите, повернулся. Видите, вот он, те два блинца, которых я с любовью говорил, вот с которых, вот эта тема, которая один перестроился, номер три, не перестроился, номер два. Вот Фаина еще ближе. Ну, вот почему бы им не стать другими. Мне почему-то кажется, это все напоминает те же, что и человеческое сообщество. Ну, если мы все разные, есть папа, есть мама, обычно дети не похожи, они же не являются близнецами кого-то из них. Так же, мама родила дочку, найдите вот точную копию, никогда. Вот. И что особенного, если здесь не выдерживаются эти критерии, которые, по-моему, скорее придуманы. Вот. Скорее выставлены из палки. Знаете, как, человеку хочется застолбить за собой какое-то открытие. И вот мы с вами приближаемся к... Приблизились. Черешня Биранская розовая. Давайте смотреть. Наконец она вызрела полностью. Мы уже к ней подходим, подходим все рано. Плоды все-таки укрупнились, но все-таки уступают тем моим черешням. Значит, цвет, да, с розова, скажем так. Наверное, все-таки это брянская розовая, привитая мной на вишню сибирскую штамповую. Ну, вот, полюбовались. Так. Вот. Полюбовались мы. Это почти весь выражает. Кроме этого, все несколько всего штучек и все. И все. Но рехабида начала. Как с ней работать? Она поставлена на наиболее тяжкие условия, потому что здесь сплошной ветер гуляет. Те хотя бы немного закрыты у меня. Где дом, где сарай. Им пришлось труднее всех. Вот. Всегда казалось, что по морозной уступает. Но может только потому, что один раз подмерзало, будучи на ветру. Вот. Что они еще сказать? Вот они ветки. если у меня она все-таки на пределе, то на большей части. А все-таки родина Европа. Ну, в виде веточек ей можно в Европу возвращаться. Много я нарежу веточек с нее. Десяток. Даже меньше. Это будет только самым близким друзьям. Ну, вот. Можно заканчивать этот разговор. Садится батарейка. Вот вот она должна сесть. Ну, давайте пока не села. Может, еще что-то ценное увидим. Увидели же мы только сейчас этот самый еще живой оказывается. Еще висят плоды на брянской розовой. Можно считать удачей, знать, насколько серешня вообще в принципе вообще в принципе серешня настолько капризная вещь. Куда и до персика. Вот персики с ними легче работать. Теперь еще я вам показываю дерево. сейчас, сейчас. Это опять манджуриц. я его показывал. Не хочу повторяться. Так. Не хочу повторяться. Вот, чтобы тут еще найти интересное, пока еще кадрики есть. Приближаюсь к персикам, которые не я не привал, а не привал, потому что в принципе я не нарушал, просто мне их подарили. Вот. Вот первое плодоносит быть слива. Так. Персики в этом году жиденько водоносит. Вот. Их место перенос на... Я это начал на этот. Ой, кое-что нашел. Их перенос это место для... То есть для них место это опять же манджурский абрикулус. Смотрим сюда. Еще одно мое открытие. Первый урожай. Честное слово, не обманываю. Вижу впервые в этом году. И вообще впервые, что же это за чудо-то будет. А где бирка? А кто разрешил? Почему такие прекрасные плоды? Вот. Вы знаете, мой принцип. Советую многим не отчаиваться, не торопить события. Привил я, привил я и забыл, привил и забыл, привил и забыл. Приходит время, бах, вот такое чудо. А теперь отсоединяем, нет, отсоединяем долго. Сейчас закончится зарядка. Уже считайте, закончилось. Успею ли прочитать название? Стартовая. О, все, продолжение есть. Помните, мы стартовая росла на дороге, и каждый, кто проходил, почти каждый, озираясь, срывал плодик, пока их не осталось. Вот, я и вырастил замену. Привил и забыл. Хорошо, да? Теперь мне эту стартовую надо. Сюда тоже гости доберутся. Ох, как они любят по саду ходить. Но они ходят, как завороженные. Срываю, пока есть, что сорвать. Срываю, и сейчас потом покажу вам еще на весах. Небольшой совершенно сюжетик. Я случайно разгорел муравейник с муравьями, которые я люблю. Это первое я вижу муравьев. Просто пользуюсь случаем, приношу им извинения. Не знаю, что будет дальше. Это был пень от яблони. Яблони убили хозяева. отрезали нижние ветки. Я вам показывал сюжет. Пень остался. Для чего остался? Для того, чтобы был съеден грибами, а грибы муравьями. Это для меня новый вид муравьев. Рыжие. Но не эти огромные лесные, а мелкие. Я до сих пор не делаю различия между муравьями. Главное, что все они да, понятно, не могут сказать, вот же едят они, грибы. будут ли они есть насекомых и глистогрызущих, будут ли они спасать, защищать тлю. Вот. Мне никто ничего не мешает. Я вам потом покажу, что прошел месяц, как не было тли на яблонях, которые растут, на дёрне нетронутом. И так и продолжает тля свирепствовать на деревьях, там, где дёрны, уничтожены, сделаны грядки. А пока я приглядываюсь к этому муравейнику, вижу, что некоторые из них с крыльями. Я до сих пор не знаю их образ жизни, зачем им крылья. Вот они есть, крылатые муравьи. Да, вот вылитые муравьи, нет, они как-то даже отличаются. Ну, это может быть муравьи, мамы, наверняка, отличаются, как мамы. Дальше в жизнь их не резу, изучать у меня нет возможности, я ещё сад не изучил. И просто хотел сказать, что вот она цепочка, это по, вот так сказать, уничтожению остатков дерева, уничтоженного садоводом, который разбудил, значит, скажи, любишь деревья? Люблю, любишь яблони? Люблю. Он яблоки любит, а деревья он уничтожал по недомыслию. Это наше национальное увлечение в уничтожении собственных садов. Доказатель десятки, продолжаю вопить, пока не слышат, потому что я потом как-то сяду за компьютер и покажу вам и так, значит, опять современный сайт, опять украденные фотографии, немножко копнул ниже, а там обрезка е-же-го-д-на-я, якобы необходимая. Дикость, глупость, идиотизм, других слов не подберу. Зачем здоровому дереву отрезать ветки? Даже мои со сверхурожаями, хотя я потерял в 6 или 7 веток из сотен, вот, это ущерб гораздо меньше, чем если бы все мои деревья были обкормлены и сейчас болели. Вот так. что я имею в виду. Спасибо. Продолжение следует...